Здесь есть то, что медикам на Майдане нужно. Это есть каски трех типов. Одни против пуль, другие просто отличительные знаки. Есть респираторы, какие можно покупать для медиков. Есть чемоданчики для сбора лекарств. Они вот так выглядят. Мы наклеиваем хресты туда. Сегодня на Майдане не только протестующие должны быть по всеоружии. Медицинские работники также нуждаются в экипировке. В этом небольшом подвале храма Преображения Господнего во Львове разместился временный центр медицинской помощи майдановцам. Волонтеры, студенты и профессиональные медики безвозмездно помогают тем, кто борется сегодня за новую жизнь в Украине. Людям, которые обращаются к нам, мы можем предоставить практически любую медицинскую помощь. В основном здесь студенты и волонтеры. У меня тоже есть медицинское образование. Когда все эти события произошли, и люди решили взять власть в свои руки, я сам подошел к дежурным медикам и спросил, не нужна ли какая-то помощь. Быстрая скорая помощь Майдана. Так называется проект, призывающий не бросать в беде всех, кто стоит сегодня на баррикадах. Пройти полноценное лечение здесь не удастся, но работники оказывают первую помощь всем. Затем распределяют пациентов в больнице и поликлинике. Переоценить значение таких временных центров сложно, ведь жизнь на Майдане спокойной или безопасной не назовешь. Координатор проекта Юрий вспоминает, как однажды в Киеве к ним обратился молодой человек с пулевым ранением. Пришел сюда мальчик, значит, несколько человек их пришло. Сказали, девочки, выключите, пожалуйста, телефон. Девочки выключили телефон. Он сказал, у меня пулевое ранение. Или вы мне сейчас надаете медицинскую помощь, или я вообще не обращаюсь никуда. Ну, вытащили пулю, так как она была неглубоко проникающая, можно было ее убрать просто пинцетом, обработали рану. А так, в основном, во Львове у нас все спокойно. Всего за несколько дней во Львове в медицинский центр обратились 500 человек. Все необходимое для пациентов и медиков волонтеры приобретают на средства, которые пожертвовали неравнодушные граждане. Их, к счастью, немало. Я пришла сюда в меру возможностей помочь медицинской службе, чтобы ни один, кто стоит на Майдане, возле Майдана, не пострадал. А если уж пострадал, чтобы была возможность оказать ему медицинскую помощь. Носилки для переноса раненых, резиновые сапоги на случай химической атаки и даже термогрелки, защищающие от холода почти на 16 часов. Такой набор предлагает медикам и добровольцам быстрая скорая помощь Майдана. Здесь же тщательно упаковывают и сортируют все самое необходимое для самих майдановцев. Это еда, теплая одежда и лекарства. Это все принесли люди. Даже обогреватели. Мы писали в фейсбуке, что нам нужны обогреватели, потому что здесь холодно и обогреватели тоже принесли люди. Многие украинцы считают своим долгом хоть чем-нибудь помочь протестующим на Майдане. Кто-то приносит деньги, кто-то вещи, а кто-то записывается в волонтеры. Официальная власть в Украине как никогда чувствует свою беспомощность перед сплоченным гражданским обществом и готовится к ответу. Именно поэтому любая поддержка для протестующих – на вес золота. Уже начинают бросать гранаты с газом. Было два случая, которых мы зафиксировали. Один – это 10 человек, и другой – это 2 человека. Кинули какую-то гранату с каким-то газом, люди сразу попадали, какая-то пина изо рта. Ну, слава богу, что медпункт находился рядом и спасли людей. Сегодня историю Украины создает каждый гражданин своей страны. И для этого не обязательно брать штурмом административные здания. С собственным примером украинцы каждый день доказывают, что бороться с режимом можно и по ту сторону баррикад.